Аркашон 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 это муниципалитет во Франции, расположенный в регионе Новое Китание, департамент Ажеронда. И хотя Аркашон и называет устричной столицей Франции, выращивают моллюсков не в акватории города, а в соседних с городом деревнях, в одной из которых мы и приехали. В 1868 году судно Марлаесиен с грузом португальских логнутых устриц намеревалось укрыться в здешних водах, спасаясь от приближавшегося шторма. Вследствие возникшей задержки устрицы стали портиться и капитан решил сбросить весь груз за борт. Но некоторые устрицы выжили в местной воде. Спустя несколько лет они закрепились и размножились на всем побережье. Так, короче, давай, а то я не съем все. А куда ты денешься? Ну, мы пытаемся найти следы блаженства на лице. Это ракушка с тонкой и вкусной плотью, богатой минеральными солями и витаминами. Исторический момент. Лаврентий впервые ест устрицы. И нужно запить вино. Вон аппетит. В общем, я такая дурка, как, как эти устрицы есть. Это еще вариант будет. А, спасибо, Володь. Володь. сегодня в районе аркашона находится 26 устричных ферм которые производят от 8 до 10 тысяч тонн устриц в год сам аркашон относительно молодой город он был буквально вырезан из соснового и дубового леса в начале 19 века сначала это было место где больные жители бордо могли подышать морским воздухом и искупаться в лечебной морской воде это место было альтернативой швейцарии для больных туберкулезом когда была продлена железная дорога сократив время в пути из бордо с 18 часов до 2 город быстро стал популярным морским курортом куда съезжались богачи и аристократы как из бордо так и из парижа император наполеон третий дважды посещая аркашон значительно популяризировал этот курорт среди знаменитых жителей гостей аркашона были александр дюма и тулуз латрек у которых были дома в этом городе летний город это старейший район аркашона обращенный к морю здесь же на набережной находится три знаковых причала с богатой историей ирак тьер и ла-шапель а мы направляемся к лифту который подымет нас в ма британский парк и в район аркашона который называется зимний город задумался как маленькая швейцария дюны считались горами сосны елями а дома напоминали шале он являлся местом летней курортной жизни знатных и состоятельных французов что было отражено в архитектуре построенных здесь вилла смешанный стиль аркашонской виллы как правило утопающие в зелень заимствует свои элементы в разных эпохах и в разных регионах мира этот район целиком состоит из архитектурных шедевр ни одна вилла не повторит другую это вилла фауст с входом и башней в мавританском стиле а это вилла бремонтье она считалась одной из самых престижных ее башни и большие крытые балконы спроектированы таким образом чтобы больные туберкулезом могли сидеть на улице и дышать парским воздухом а это вилла александра дюма считающаяся одной из самых красивых в зимнем городе она была построена в 1895 году город посетили множество коронованных особ со всей европы императрица австрии сиси останавливалась здесь в 1889 году аркашон является крупным рыбацким портом и центром морских пробулок вокруг протянулись красивые пляжи с золотистым песком в течение веков только хижины рыбаков можно было увидеть на пустынном побережье госконского залива первый минеральный источник здесь был открыт в 1823 году лишь когда мода на морские купания достигла своего пика в середине 19 века жители бордо оценили прелести этой замечательной местности по достоинству в аркашоне царит непринужденная атмосфера есть множество живописных и красивых мест таких как пристантьер где мы сейчас находимся окруженный естественными сосновыми лесами обладающие великолепным набором вальнеологических и климатических достоинств аркашон сегодня является большим рыбацким портом великолепной атлантической мариной и крупным торговым центром каждое лето город принимает более 90 тысяч туристов остальные сезоны здесь бывает дополнительно еще 15 тысяч человек из аркашона мы направляемся в испанию где остановимся на ночлег недалеко от границы с португалией на ночлег мы остановились в отеле темпл прадарей который находится в прадарее небольшом городке в 3 километрах от асторки этот отель напоминает старинный средневековый замок классические кастильские традиции и виды на горы делают его особенно очаревательным и красивым ну а дальше мы направляемся в португалию в первый город который мы посетим порта за окном автобуса нас окружает прекрасные очаревательные виды на городки на природу португалии ну мы многого мы ждем от встречи с этой прекрасной страной португалии